15 на 4 нормальное разрешение делиться знаниями больше ничего но как оказалось именно такой знак свыше был нужен десяткам людей сотням людей десятков городов для того чтобы начать дело в том что сложность наших машин давно достигла такого уровня что невооруженными руками мы их создать уже не можем нам нужны машины для создания машины и наши машины давно уже лучше нас с вами людей во многих чисто человеческих профессиях таких как обработка земли выращивание еды и создание машин и условиях продвигающейся роботизации и пока еще несколько отдаленные но боюсь неизбежно гетемонии искусственного интеллекта многие человеческие профессии оказываются под угрозой ненужности и люди все чаще вынуждены учиться чтобы обрести новую профессию всю историю человечества процент людей которые занимаются самообразованием для повышения ценности своего труда относительно автоматизированного труда машин и в современном нам мире конкурентная борьба между стартапами пока не дает полностью автоматизировать сам процесс инноваций внедрения нового тут для людей работа наверно еще на долгие десятилетия но у конкретных профессий далеко не такие радужные перспективы в мире где будет автоматизировано все а этот мир видится весьма достижимым даже с нашей с вами точкой технологического развития вероятно останется одна распространенная профессия ну кроме профессии безработного и профессии нового танка и представители этой профессии будут изучать вселенную вокруг мир людей для того чтобы привносить улучшение к цепи автоматизации и делать этот мир лучше Грег Витам наш с вами современник австралийский писатель работает в жанре твердой научной фантастики это фантастика в которой строго не нарушается законы физики все так как могло бы быть на самом деле никакой сказки и тема его рассказа хранители границы будущее в котором человечество победила смерть и поселилась в виртуальных мирах и в этом мире в будущем где люди живут тысячами лет ни в чем не нуждаясь и осталась только одна профессия студент люди занимаются познанием накоплением преобразованием знаний наука это не только новые открытия систематизация знаний поиск более удачной формы подачи информации более точные формулировки более наглядные примеры и наконец сама доступность образования равномерная доступность образования для всех людей на планете это тоже очень важная задача образование это очень действенный способ влиять на будущее повышение среднего уровня образования снижает преступность повышает уровень жизни в ведущих мировых странах не потому много денег тратят на науку что они богаты они богаты по очевидной причине они тратят много денег на науку и знания существенно отличаются от материальных ценностей если я поделюсь с вами моими знаниями у меня их меньше не станет на этом факте и строится успех всей нашей с вами человеческой цивилизации иначе люди бы не писали книги мы все с вами я думаю хотим лучшего будущего для себя и людей вокруг нас поэтому заниматься образовательными проектами это моральный императив это то что мы должны делать если хотим чтобы будущее наступало 15 на 4 это сообщество молодых ученых фанатов науки мы хотим чтобы люди выступали и делились знаниями наша цель создать крупное движение популяризаторов популяризировать саму идею популяризации науки поднимите руку расскажу вас кто согласен с моим следующим высказыванием в нашей стране все отлично с популяризацией науки кто не согласен я рад что мне пришлось придумывать новый текст в этот момент дело в том что я с вами тоже согласен и ситуацию усугубляет петля обратной связи в нашей стране не хватает не только популяризации науки но и не сформирован толком спрос на популяризацию науки нет потребителя я хочу полная десятка разных научно-популярных лекций организовал десятки мероприятий где сотни лекторов прочитали сотни лекций самый распространенный отзыв что я услышал был примерно такой ух ты а что можно было что такое есть что ли люди даже понятия не имеют о том что возможно такой вид досуга как учиться и пока покупатель не знает о существовании этого товара он по умолчанию не заинтересован к его приобретению он на нем ничего не знает и в таких случаях производители шампуня и производители наркотиков действуют абсолютно одинаковым методом они раздают бесплатные пробники бесплатные пробники это полноценный качественный товар небольшого объема и мы считаем что подобно производителям шампуней нашей стране сейчас нужны бесплатные пробники популяризации науки наши ивенты проходят следующим образом четыре лектора читают четыре лекции на разные темы первая лекция обычно техническая можно давать много сложного материала ванга и у нас ванная механика и биотехнология очень любимой молодежи вторая лекция после первой легкая и приятная почему первая сложная на нее часто опаздывают те кто не фанат биотехнологии после второй лекции легкой и приятной мы делаем перерыв минут на 15-20 кормим всех яблочками, поим чаем и там можно пообщаться с секторами, пообщаться с организаторами и узнать как можно выступить и после перерыва мы делаем третью лекцию это Google Добик, лекция о чем-то новом, свежем, необычном и интересном и четвертая лекция лекция для лекторов или про какую-то науку емкость хобби, например, астрономию лекция для лекторов, например, лекция про публичные выступления о том, как готовить презентации, о том, как готовить текст о том, как работать с источниками мы стараемся держать баланс между новыми лекторами и лучшими лекторами и именно работа с новыми лекторами, с людьми, которые никогда нигде до этого не выступали является важной миссией нашего проекта мы проводим несколько репетиций перед лекцией помогаем лектору готовить текст-презентацию мы вообще не смотрим ни на какие регалии у нас на одной сцене выступают все виды студентов одиннадцатиклассники Альса Казанцева Александр Панчин кандидаты наук замки камни техлиты технические директоры одиннадцатиклассницы я другие люди без высшего образования в том, все, кто хорошо подготовился и готов выступить аудитория у нашего проекта весьма разнообразная в основном, конечно, это тоже старшие школьники и все виды студентов но к нам ходят и младшие школьники и достаточно много взрослых людей иногда к нам все ходят люди из определенного места жительства надежьте самые чистые отряды в общем, самая распространенная разнообразная история мы выкладываем все видео на YouTube мы знаем, что в нашей стране молодовещеные зарабатывают в рамках погрешности около нуля на один поэтому мы сделали все, чтобы вообще все 15 на 4 было полностью эксплуатным для тех, кому мало реально, мало 15 минут и они думают, что основная проблема 15 на 4 это короткие длини лекций у нас есть специальный формат more knowledge с длинными лекциями мы делаем одну длинную лекцию за вечер с длинным перерывом на кофе break где можно обсудить, собственно, тему вечера сегодня команда 15 на 4 насчитывает, пожалуй, три сотни человек которые занимаются в основном организацией мероприятий в городах и работой в соцсетях и организацией аудитории на эти мероприятия для многих наших волонтеров 15 на 4 это не просто смыслообразующая деятельность жизни это еще и опыт работы с современными технологиями, которые потом помогут найти интересную новую работу в этой жизни мы используем мессенджер слэк и систему управления задачами на тро-лод для того, чтобы коммуницировать работу мы используем выгоду документацию для того, чтобы ввести документацию и рассказываем друг другу, как пользоваться этим всем и пишем длинную документацию о том, как делать 15 на 4 как пользоваться теми штуками, с помощью которых мы делаем 15 на 4 и как пользоваться теми штуками, с помощью которых мы делаем документацию о том, как делать 15 на 4 в общем, вы поняли мы пытаемся научить всех нас всему, что есть 15 на 4 Прошлым летом мы решили пойти в Абанк и организовали два научно-популярных фестиваля. Один в начале июля на море под Одессой, как в Казантип, на том же месте, где Казантип, через месяц после этого. Но только с лекциями в 7 вечера вместо музыки в 4 утра. И вот это наша сцена, там дальше по пляжу много людей сидит, далеко не видно. И вот на этой фотографии я рассказываю днем на пляже под нарезиком правила настольной карточной игры при 15 на 4. Там нужно заниматься популяризацией науки. И второй фестиваль мы провели в конце лета, в августе, в замке Лотоках Хмельницкой области. Ничто так не тратит старинный замок, как научно-популярные лекции. Больше всего это было похоже на съемки пилотной версии сериала «Теория большого взрыва». И вот эти вот 35 человек из трех разных стран приехали в Хмельницкую область, где никто из них не жил, и организовали там огромные четырехдневные фестивали, на которые съездили жители с десятков соседних сел, приехало пожалуй около тысячи человек суммарно в последний день было. Приезжали и уезжали. И я видел сам как огромные ряды валочек, снесенные в двух сел, сидят огромные стопки бабушек и детишек и слушают лекцию проленивцев «Отъявление Феосифа Хайкос-Глобиолога». Очень интересно. Вот. Нет никаких билетов в классу про вход. Нужно просто подраться до места проявления фестиваля, предварительно зарегистрировавшийся волонтеры из новской части. Что все это в цифрах? Мы занялись этим примерно полтора года назад. И за это время первые мероприятия мы провели в Хайквере. И за это время мы провели мероприятие в 16 городах. В Молдове, Украине и России. Самые активные города вот сейчас за последние пару месяцев пожилых Хайкверов – Киев, Москва, Одесса, Тишинев, Комсомольск, Амуре и Самара. Но мы еще ведем работу в двух, может даже в трех десятков городов, где сейчас ищем новых волонтеров. И, например, активную работу мы сейчас ведем в Мюнхене, Иерусалине, Днепре и Ялте. Такие разнообразные у нас лекторы развития. В среднем на наши мероприятия приходят от сотни до двух сотен людей. Все зависит скорее от размера зала. На нашем самом большом ивенте было почти четыре сотни человек. Не считая, конечно, замка. А вот график с Ютубом. Нас посмотрели полмиллиона раз. И в течение пяти миллионов минут, притом, это неподобство происходило. А вот на этом графике, что лучше видно, смотрите, у каждой лекции свой цвет, а тут двадцать пять самых популярных лекций. И на нем видно, как нарастает количество и разнообразие, в первую очередь, лекций на проекте, достаточно пиково со временем. И если вы думаете, что сейчас график выглядит внушительно, там такой рост в конце, на самом деле для нас этот график в каждый момент выиграл абсолютно одинаково. Где вы не отрежете, справа получится больше, чем слева. И вот в этот вот момент, вот в этот момент мы думали, что ну все, вот это конец, вот это успех. Мы надеемся, что все будет происходить точно так же дальше. Так-так, в общем, полмиллиона просмотров, это не так уж и много. Полмиллиона просмотров бывает набирает одно видео одиннадцатиклассницы, которое достает разные приветы из сумочки и рассказывает, что она на них думает и обратно складывает. Но почему люди смотрят видео с одиннадцатиклассницами сумочкой, это понятно. Есть объясненные биологические механизмы, они изучены. Но почему люди смотрят видео с квантовой механикой и биотехнологиями, так просто не объяснить. У них какие-то, ну, очень сложные, наверное, побуждения в этот момент. Так что, может быть, полмиллиона, но и так-то и мало. И будем работать над этим дальше. Как открыть свой пятнадцатый на четыре, раз это уже произошло в шестнадцати городах, значит, должна быть очень простая какая-то схема. Нужно написать любому координатору проекта или, например, мне. И мы вам все очень подробно и быстро расскажем. Сначала мы вам поможем создать аккаунт в ВКонтакте, в Фейсбуке. Будет очень просто, мы сами все сделаем, научим всем пользоваться. Теоретически можно провести мероприятие пятнадцать на четыре, наверное, в одиночку. Но знающие люди рекомендуют иметь как можно больше волонтеров. И мы всем рекомендуем просто приглашать друзей и всем нравится, всем нужности на свою жизнь и хорошо получается. Первое и самое важное, что нужно для работы сообщества в Новом Городе, это начать собираться на еженедельные встречи, которые мы называем репетиции, на которых мы общаемся, знакомимся друг с другом и готовим новые реакции. Для проведения первого ивента нужно собрать вместе зрителей, технику и волонтеров. Минимально нужно четыре вектора ведущих, которые видят на сцену, проведет ивент, техник проектора, который будет включать презентацию и видеооператора. Из техники нам нужен проектор экран, ноутбук, кликер, который я держу в руках и камера для записи. Если зал большой, нужно будет звукоусиление, как вот этот микрофон. То есть все очень просто. Мы живем в замечательный век, когда наука достаточно популярна, чтобы привлекать полный зал людей без цветных напитков и рекламы по радио. То есть у нас всегда или почти всегда приходит полный зал, если мы просто пишем на дверях зала, что там сейчас будет 15 на 4. Очень хорошо работает, зрители правду берут и идут. Что ж, в 2010 году компания IBM сделала интересный прогноз на ближайшие пять лет. И одним из самых неожиданных, как по мне, предсказаний было предсказание роста широкого круга добровольцев в научной работе. В преступлении было так и написано. Вам не обязательно быть ученым, чтобы спасти планету. И я согласен с парнями. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Наука и образование – это действенный способ влиять на будущее. И изменять мир. И улучшать жизнь людей. Притом важно улучшать жизнь всех людей, а не только ученых. И поэтому всем людям, не только ученым, очень важно развитие науки образования. А у нас тут пока не самое прогрессивное место на планете. И именно в таких местах больше всего нужны изменения. С другой стороны, технологическая сингулярность мало-помалу засасывает нас в этот дивный новый мир. А тут у нас место возможностей. И поэтому делать такие крутые штуки становится все легче и приятнее. 15 на 4 – это, пожалуй, даже не популяризация науки. А это такая психологическая помощь людям, которая помогает обвести понимание этого факта, что мир изменился, и нет в нем больше способа жить в этом мире, меняя этот мир к лучшему, не занимаясь в той или иной степени наукой или образованием. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!